Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, вопросы послеоперационных осложнений, безусловно, важны в нашей работе. Актуальность их определяется и самой проблемой лечения колоректального рака. Известно, что более 6 тысяч пациентов колоректальным раком умирает ежегодно. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Лечение колоректального рака – это мультидисциплинарная проблема. Но в своей основе лежит оптимально выполненная операция. По данным National Cancer Intelligence Network, 66% пациентов с колоректальным раком хотя бы однократно подвергаются хирургическим операциям резекционного типа. Ну и еще один аспект актуальности. Послеоперационные осложнения оказывают существенное влияние на отдаленные результаты лечения больных колоректальным раком, в том числе на выживаемость. За последние десятилетия в лечении колоректального рака произошли серьезные эволюционные изменения. Совершенствована диагностика, пересмотрены подходы к комбинированному и комплексному лечению. Усовершенствованы хирургические инструменты, аппараты, оптимизированы оперативные методики. В ней внедрены малоинвазивные лапароскопические робототехнологии. Внедрены и активно используется программа ускоренного послеоперационного восстановления. Enhanced Recovery, Fast Track. Тем не менее, послеоперационные осложнения, после плановых операций по поводу неосложненного колоректального рака, по данным различных авторов, составляют до 38%, а частота повторной госпитализации достигает 23%. При этом, как мы понимаем, эти госпитализации возникают на фоне достаточно серьезных осложнений по классификации ДНДО. Это третья-четвертая степень. Безусловно, это пациенты, которые требуют внимания и нередко повторных оперативных вмешательств. Спектр осложнений достаточно широкий, но когда мы говорим о колоректальном раке, это в основном раневые осложнения, и особое место в них, конечно же, занимает несостоятельность колоректального анастомоза. Самое грозное осложнение в среднем, встречающееся примерно в 7% случаев, но очень сильно влияющее на дальнейшее развитие событий. Увеличивается частота и количество прочих осложнений, увеличивается продолжительность госпитализации, возрастает количество повторных оперативных вмешательств, ну и, соответственно, увеличивается показатель летальности. Эти данные о 7% частоте встречаемости взяты из одного из регистров, европейских регистров, аудит колоректального рака Голландии. Основную проблему составляет диагностика несостоятельности анастомозов межкишечных, поскольку каких-то биомаркеров, лабораторных маркеров, стопроцентно говорящих о том, что, возможно, возникнет несостоятельность, не существует. И в большей степени мы ориентируемся на клинические методы, то есть ориентируемся на общую симптоматику у пациентов при низкорасположенных анастомозах в прямой кишке, это ректальное пальцевое исследование и так далее. Попытки, в данном случае приведено исследование, систематический обзор, попытки найти какие-то интересные новые пути, и, как правило, все оказываются не до конца доказанными и не сильно чувствительными. Так, например, вот последние годы простой лабораторный тест определения цирреактивного белка получил достаточно серьезное распространение, и заинтересованность у многих авторов рекомендуется проводить это исследование на вторые, третьи, пятые сутки после операционного периода и нарастание показателя цирреактивного белка в определенной степени свидетельствует о развитии событий в фатальном направлении. Ну, более сложные исследования в виде определения уровня цитокина в перитониальном диализе далеко не во всех стационарах, наверное, могут быть использованы, и поэтому это все осложняет дальнейшее развитие и исследование проблемы. Ну, и, безусловно, лучевые методы – это рентгенологические, компьютерная томография. Факторы риска, которые приводят к развитию осложнений, хорошо известны. Они практически во всех исследовательских работах приведены, анализируются либо в качестве самостоятельных факторов, либо в качестве многофакторного влияния. Могут быть разделены на три основные группы – это пациент-специфичные факторы, хирургические и опухоль-специфичные. Ну, кроме того, еще в литературе последних лет очень активно обсуждаются прочие факторы, которые оказывают существенное влияние на возможное развитие осложнений. Это и алиментарный статус, ну и так далее. Те, которые переведены здесь на слайде, мы сейчас понемножечку с ними разберемся. Алиментарный статус – действительно, это серьезный фактор прогноза неблагоприятного исхода. И речь идет не только о повышенном обожирении и о повышенной индексе массы тела. Недавно опубликованное, как видим, 14-й год исследование в авторитетном журнале показывает, что определять нужно не только боди-масс-индекс как предиктор возможных осложнений, повышенный, но и обращать внимание, за счет какого компонента этот боди-масс-индекс повышен. В основном, как показало исследование, предиктором неблагоприятного исхода является висцеральное ожирение, что чаще встречается у мужчин. Еще одним аспектом алиментарных проблем является саркопения. Этот термин не так давно появился в литературе специальной. Это возрастное атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы, которая тоже является серьезным предиктором возможного осложнения и развития осложнений. В клиническом представлении это соответствует так называемой дряхлости или изношенности организма. Определяется несложным путем это аксиальное исследование, томографическое, один аксиальный срез на уровне L3 позвонка, который при использовании определенной программы позволяет увидеть объем мышечной массы и снижение на два показателя, на две ступени ниже нормы взрослого человека будет свидетельствовать о том, что прогноз у этого пациента может быть весьма неблагоприятным. Такие работы проводились и в нашей стране. Российский журнал гастроэнтерологии, гипотологии, колопроктологии публикует данные, в которых достаточно убедительно авторы говорят о том, что практически у всех пациентов, у кого была выявлена саркопения, имели осложнение в послеоперационном периоде. И в зарубежной литературе, в данном случае это японское исследование, этого года завершившееся, говорит о том, что саркопения как негативный прогностический фактор имеет место быть. Еще один тезис, который обсуждается в мировой литературе, это предоперационная подготовка толстой кишки. В данном случае приведены исследования начала 2000-х годов, 2005-2007 годы, где авторами не было выявлено каких-либо преимуществ подготовки кишки при плановых операциях колоректальных, то есть не было выявлено влияние подготовки кишки на результаты лечения. И метааналитический систематический обзор Кокрейновский то же самое подчеркивает. В 2011 году показали, что совсем не обязательно готовить пациентов, хотя всегда этот вопрос остается на совести оперирующих хирургов. Влияет ли техника формирования анастомоза на развитие осложнений? В представленных обзорах, которые выполнены последовательно одним и тем же автором в 2001 году, затем в 2011 году и впоследствии в 2012 году, показывают, что ни сам по себе факт аппаратного либо ручного анастомоза, ни способ формирования ручного анастомоза, однорядный или многорядный, не оказывают существенного влияния на несостоятельность. Вопросы профилактического дренирования также обсуждаются и анализируются вплоть до метааналитических анализов. Шесть серьезных исследований, включающих 1140 пациентов, были включены в Кокрейновский обзор. Статистически достоверных преимуществ дренирования, которые касаются предотвращения несостоятельности анастомозов и других послеоперационных осложнений, в этих работах выявлено не было. Серьезные улучшения пришли к нам в хирургию колоректального рака с внедрением с 1991 года лапароскопических технологий. Безусловно, сравнительный анализ открытых операций лапароскопических проводился. Таких исследований достаточно много. Как мы видим, в 2005 и в 2008 годах было убедительно доказано, что лапароскопические технологии имеют серьезные преимущества на открытой хирургии. Единственным плюсом открытой хирургии на тот момент было операционное время. Но с получением навыков и опыта мы пришли к тому, что вот исследования прошлого года показывают, что лапароскопические операции по сравнению с открытой Total Mesorectal Excision даже при прямом раке имеют существеннейшее преимущество. И лапароскопия, безусловно, это то направление, которое следует углублять, развивать и ждать от него еще больших, более правильных результатов. Превентивные кишечные стомы. Вопрос выводить, не выводить стомы давно уже решен в большинстве клиник. Но, тем не менее, как рейновские обзоры показывают и доказывают, что иллиостомы действительно снижают частоту развития осложнений, вернее, снижают их тяжесть. И второй обзор, который здесь представлен, это 10-й год. Сравнение иллио и колостом. Это, пожалуй, сейчас был самый дискуссионный вопрос, что выводить иллиостому или колостому. На самом деле, разницы нет никакой, кто к чему привык. Вопросы восстановления функции ЖКТ и ликвидации послеоперационных порезов, восстановления перистальтики, достаточно серьезные и, пожалуй, занимают второе место после гнойно-воспалительных осложнений в колоректальной хирургии. Здесь приведены данные метаанализа использования эпидуральной анестезии. Понятно, что она снимает боль и эффективно работает в послеоперационном периоде, как болеутоление, но еще и обладает серьезным действующим фактором в плане снижения продолжительности послеоперационного периода. Раннее начало энтерального питания в течение 24 часов, также по данным Кокрейновского систематического обзора улучшает функцию, ускоряет восстановление функции ЖКТ. И интересный обзор, который был опубликован уже в этом году, в феврале 2015 года, это влияние жевательной резинки на восстановление желудочно-кишечной, функции желудочно-кишечного тракта. Авторы провели исследование, в которое было включено 11 литературных обзоров на эту тему и различных рандомизированных исследований, в которых достаточно убедительно показывают, что использование жевательной резинки в раннем послеоперационном периоде пациентами ускоряет восстановление функции ЖКТ. Программа активного восстановления, так же как и лапароскопия, в последние годы активно используются в большинстве европейских и американских, и в Америке. В четырех рандомизированных клинических исследованиях показано значительное снижение общественного количества осложнений в целом, однако число серьезных осложнений, 3-4 стемидней, и в основном это несостоятельность тантастомоза, к сожалению, не уменьшается. Ну и, наконец, один из самых главных муссируемых в литературе факторов – это оперативная активность хирурга и клиники, как фактор, влияющий на результаты лечения. Количество послеоперационных осложнений и летальность в хирургии колоректального рака напрямую связано с постоянной практикой и опытом хирурга, а также специализированной оперативной активностью клиники. Кокрейновское исследование 2012 года показывает, что эта зависимость и 10 лет назад наблюдалась, и в настоящее время тоже. Во многом результаты зависят от постоянной тренированности хирургов, от их загруженности, от количества операций, которые выполняют они, и количества профильных пациентов, которые находятся в этой клинике. Ну и, подводя итоги такому краткому международному обзору, хотелось бы сказать, что адекватная предоперационная оценка факторов риска и выбор, адаптированный для пациентов хирургической стратегии, способствуют улучшению послеоперационных результатов. Более широкое внедрение программ активного восстановления и ускоренной послеоперационной реабилитации ведет к сокращению сроков пребывания пациентов в стационаре и снижению количества осложнений. Наиболее значимые результаты в плане снижения количества послеоперационных осложнений в колоректальной хирургии последних лет связаны с освоением и внедрением лапароскопических технологий. И, к сожалению, приходится констатировать, что несмотря на активное развитие технологий в колоректальной хирургии, раннее распознавание несостоятельности анастомоза остается серьезной проблемой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.